здравствуйте друзья добрый вечер собираюсь я домой уж пол девятого тут засиделся и вопросик вопросик мы сами со львова пишут украина ны со львова тире украины я моя жена и двое детей одному полтора года второму три с половиной года маленькие в этом году я выиграл green card а смотри как и в марте летим в филадельфию у нас там знакомые которые к началу помогут с адаптацией поначалу окей я сам программист работал с бэкэнд и фронт-энд php базы данных мс сиквел транзакт sql my сиквел javascript jquery css html ну такой да чё же когда приеду в сша сначала хочу подтянуть английский поработать на любой работе чтоб можно было бы компенсировать расходы на жилье и жизнь а потом работать программистом хотел спросить по вашему мнению так как вы в этой области работаете каковы шансы найти работу программистом в филадельфии или лучше переезжать в кремниевую долину или лучше да нужно ли проходить дополнительное обучение и так далее я смотрю ваш канал он очень интересен и полезен я знаю что вы очень занятой человек но как будете иметь немного времени отпишитесь на мое сообщение а чё отпишитесь мы поговорить можем большое спасибо это письме я хочу сказать во первых строках моего ответа что филадельфия сама по себе очень такой русскоязычный город то есть много там нашего брату и так еще можно сказать компактно даже проживают местами о чем это говорит о том что даже если вот наш герой не не здоров по-английски любви один наш вот имени нет но неважно то может быть даже и программистом по специальности более-менее ему удастся устроиться прямо там то есть это не исключено не исключено чем больше как бы наших там в городе тем больше вероятность того что мы как но ты вообще сиди рядом с этим вот он будет там тобой заниматься так что может быть ему даже не обязательно там год или два пока он язык подхватит я не знаю там заниматься чем-то настройки вот может быть он вполне так освоится в смысле профессионально теперь филадельфия большой такой можно сказать в плане работы большой айтишный город это не то что вот там оракол или microsoft но там колоссальное количество страховых компаний например там много бизнеса и вот весь этот бизнес он в общем-то стоит на программном обеспечении каком-то там большие потребности то есть я не думаю что проблемы с работой есть филадельфия это одно из наиболее таких привлекательных мест для иммиграции для новичка вот большая мощная русская жизнь плюс там не безумно далеко до нью-йорка то есть я не хочу сказать что там каждый день можно ездить на работу это наверное застрелишься но съездить на интервью то можно понимаете если он в течение месяца там четыре раза съездить на интервью и один раз его возьмут ну так можно переехать в нью-йорк но это рядом братьев то есть это нью-йорк это место куда можно поехать на интервью просто поехать из сан-франциско например что поехать в лос-анджелес на интервью это нужно обмахать ну я не знаю там но 7 часов а то и 8 как как поедешь куда попадешь там какой-то водитель и так далее и 7 и 8 а там ну что там ну два с половиной давно может быть даже за два и управиться я не знаю может быть за два нет во всяком случае это повышает шансы на то чтобы найти работу по специальности достаточно быстро до того как он еще прилично выучит английский вот так бы я сказал что в нью-йорке тоже много наших в городе поэтому в той мере в какой у вас есть востребованные какие-то там знания умения навыки в этом смысле вы вполне могли бы пригодиться я ничего плохого вот как бы не востребованного в том наборе навыков которые прозвучали я не вижу но может быть есть что-то чуть более востребовано но это тоже вполне как бы живое там и печки же и java script живой там и все остальное как бы вроде но ничего но может быть ему не дадут сразу много денег это правда но гораздо лучше даже за те же деньги работать по профессии чем например там настройки хотя я не думаю что это кто-то ему предложит 15 долларов там или 18 я думаю что это больше будет тем более он гринкартой он может работать шикарно а то что есть друзья знакомые тут это тоже очень здорово насчет того чтобы ехать в кремниевую долину а с чем понимаете значит а что ты поедешь кремниевую долину и что ты будешь без английского здесь делать я думаю что как бы без английского как раз там там легче выживать вот именно там не здесь если вдруг так сложится что у вас пойдет попрет как бы по профессии попрет там еще чет попрет и вам предложат что-то такое ли вы там будете искать сами найдете я я думаю что вполне нормально но вообще то есть можете переедете но все с маленькими детками я не знаю насколько вам это нужно правда то есть мы то сами как-то здесь сразу оказались вот и другой жизни не знаем поэтому для нас это как бы нормально ну как бы а так когда поедешь куда-то думаешь надо же смотри люди живут вот те же айтишники но они может быть чуть меньше получают но не в нью-йорке например в нью-йорке там может быть даже чуть больше получают чем здесь но там тоже не так дешево и там ритм жизни пульс такой более мощный но так в целом по стране получают я не знаю там допустим на 10 процентов меньше получает а в трое дешевле жилье например а то и в 10 раз дешевле очень многих местах по стране например дом который вы купите где-нибудь во вполне нормальном месте адекватном скажем за 300 тысяч такой дом здесь вам будет стоить может быть и два с половины три миллиона то есть почитайте в десять раз дешевле жилье чё же разве плохо вот поэтому компьютерщику всюду есть работа это абсолютно конвертируемая специальности я даже не знаю если что-нибудь еще настолько конвертируем из прилично оплачиваемых профессий не требующие практически никакого доучивания не требующие лицензирования понимаете вы можете быть самым лучшим врачом там где-то в городе там череповцы но здесь вам придется сдавать все экзамены так как будто бы вот я не знаю без всяких заслуг без опыта без знаний тогда будете сдавать все а без этого вас не допустит на практике вот а программист ради бога пришел взяли садись пиши так что совсем даже неплохо я я за товарища спокоен вот мне еще нравится что он беспокоится потому что есть люди безрассудные и бесшабашные это война покажет а он все-таки беспокоится интересуется и это неплохо вы можете уже сейчас не дожидаясь там приезда вы можете уже сейчас пойти изучать там рынок на труда в филадельфии вы можете пойти там на тот же форум говорим про вес и там есть географические такие зоны в частности вот филадельфия там в какой-то зоне находится я не знаю наверно вместе с нью-йорком там с бостоном вот пойдите туда читайте внимательно там полно айтишников поспрашиваете у них знакомых заводить если вы это вы еще не делали заводите знакомых помимо товарищи которые у вас есть пусть еще будет вот скажите вот приезжаем у нас там товарищ там вот там ищем знакомых на новом месте там туда-сюда вот я там на этом на этом как рынок вот ну вообще вот идите к людям в то место где вы хотите находиться и как бы это же есть самое правильное кроме того есть в таких вот как бы социальных сетях как например фейсбук одноклассники вконтакте есть громадные многотысячные группы наших соотечественников по разным регионам сша тем более что и филадельфия сама по себе и нью-йорк и бостон там и вот и вот вообще исткост вот этот вот там очень много наших поэтому двигайтесь в эти группы опять регистрируйтесь участвуйте в дискуссиях расскажите свою историю у кого-то детки похожего возраста там может у жены какая профессия вы не сказали но может быть там если жена планирует сидеть с детками может быть там уже есть кто-то кто хочет дать ей свою деточку чтобы она там еще с одним сидела и так далее будьте среди людей это это очень дорогого стоит вот разница в адаптации между людьми такими социальными и людьми замкнутыми не социальными очень большая вот аж как язык до киева в свое время доводил до или там все дороги в рим били вот если разговаривать конечно и спрашивать так вот сейчас например вот язык вот в смысле доводит до успешной адаптации язык доводит до правильных контактов с правильными людьми и так далее и вот это вот тебя вытаскивает сегодня то есть наличие наличие людей которые могут подсказать где-то помочь где-то может быть за руку даже привести там и так далее вот это это ваш капитал вот если вы скажете себе я там допустим вася incorporated я бизнес вот я как бизнес вот какие у меня с до или как там активы да какие у меня есть активы вот у меня есть там три копейки кешем у меня есть там ну какие-то навыки до которые у вас есть как навыки а еще у вас есть connections вот если человек у которого есть те же самые навыки и столько же денег если у него есть connections то он намного богаче чем если у него нет connection тоже connections ему позволяют приложиться своими навыками знаниями и умениями там и из этого что-то получить жизнь поэтому я бы сказал вот потратьте то время что у вас и осталось до приезда на английский безусловно в первую очередь вот и на создание вот этой сети так как людей с которыми вы потенциально можете задружиться тогда люди в иммиграции очень открыты к заведению знакомств потому что они вырваны из привычной среды и как сказать они открыты им нужно заполнять вот те пробелы которые образовались за счет вот того что с корнями откуда-то выдавался значит надо врастать в новую почву а а каждый новый чек хорошая как удобрение мужской такое на новой почве поэтому люди открыты а лишь бить они штусуются там и так далее все все хорошо такое мое напутствие и не зацикливайтесь на том что говорят люди негативные потому что они не вам говорят они сами себе говорят когда у людей что-то в жизни не получилось знаете им очень хочется чтобы у других не получилось им очень хочется верить что у всех не получится что они не хуже других там и так далее вот но поскольку мы знаем что есть много людей у которых получилось вот то надо к ним тянуться вот будете с теми у кого получается и у вас будет получаться будете с теми у кого из рук все сыпется вот тоже на вас повлияет сильно мы мыши социальные еще раз мы мы набираемся из среды в которой находится поэтому среду надо такой заботливо вокруг себя формировать создавать как управлять этим процессом вот вот собственно и все это вам как бы такая формула успешные миграции можно так сказать такой фреймворк вот мне нравится слово это фреймворк успешные миграция прям видео так и назову счастлива и успехов и поздравляю что вы выиграли грин карту и особенно я рад за деток за ваших тоже и за вас но особенно детки они еще маленькие ничего не понимают и вдруг они их смотри-ка уже фактически американцы да так они вот вырастут даже и им вспомнить толком ничего вот будут совсем даже местные детишки счастлива